Автономные города. Вот тренд ближайших десятилетий, считают эксперты. Города хотят больше власти, больше контроля над собственными ресурсами. В Китае, несмотря на то, что это унитарное государство, есть 24 основных городских кластера. И Китай дает много автономии городам для того, чтобы они определяли свою экономическую стратегию. Эти города становятся все более автономными, если не политически, то административно и экономически. По мнению специалистов, города будущего будут более самостоятельными и независимыми. И сами себя обеспечат всем необходимым для жизни и развития. Будущее будет строиться на диверсификации городов. Есть определенная история успехов в этом направлении. Я думаю, эти города примерно с двумя-четырьмя миллионами людей. Это примерно такие города, как Астана, которые сначала были небольшими, затем выросли до такого уровня. Китайские эксперты делают ставку на сотрудничество между городами мира. Основой для подобного взаимодействия должен стать проект возрождения Великого Шелкового Пути, который охватит 64 страны, в том числе и Казахстан. Что касается наших городов, как отметил глава государства, центрами станут четыре региональных хаба в Астане, Алматы, Ахтубе и Шимкенте. Города будущего должны быть прежде всего комфортны и удобны для жизни и работы. Об этом на полях форума говорил и Аким Астаны Осет Исюкешев. По его словам, казахстанская столица уже в ближайшие несколько лет станет глобальным городом. Для этого уже есть необходимая международный финансовый центр, сеть образовательных и медицинских учреждений мирового уровня. Сегодня для развития Астаны используются самые передовые технологии, лучший мировой опыт. Город Журумбаев, Болотбекта Балдиев. Итоги дня.